Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. По злой иронии пожар, против которого подчас люди бессильны, возникает как раз по вине их самих. Сегодня о причинах и профилактике бытовых пожаров говорим с Алексеем Мордасовым, заместителем начальника управления надзорной деятельности. Алексей Владимирович, в последнее время сразу несколько довольно неприятных происшествий было. Давайте мы с них и начнем. Где что произошло? Значит, ну буквально вчера в деревне Вакина Рыбновского района произошел пожар в дачном доме. В результате пожара сгорел дачный дом, хозяйственная постройка и сруб. В результате пожара в огне погибла женщина, значит, жительница Московской области, 65 лет, значит, труп которой обнаружен на месте пожара. Значит, причина пожара и ущерба устанавливается. На месте пожара работает оперативно-следственная группа. Что чаще говорит? Все-таки не очень обустроенные дома, там, где собирается разный лют, или это могут быть совершенно обычные дома, особенно если стоят они достаточно тесно, тут опасность, естественно, возрастает? Значит, ну у нас по статистике, да, действительно пожары возрастают, количество пожаров возрастает в жилом секторе, то есть это и чаще всего, конечно же, горят неблагополучные семьи, люди, значит, распивающие спиртные напитки, ведущие аморальный образ жизни, которые в своих жилищах собирают компании. Нам необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации осветительной электропроводки, значит, печного отопления, бытовых электроприборов, которых в квартирах у нас достаточно много. Если мы, например, знаем, что квартира в нашем многоэтажном доме вызывает постоянно опасение, что там хозяин, будь то молодой или постарше, водит какие-то непонятные компании, часто курит, мы можем как-то поставить ее на контроль, то есть, кроме того, что сами будем приглядывать? Да, действительно, вы можете обратиться в управление надзорной деятельности, значит, в Главное управление МЧС России по Рязанской области, либо в ближайшее отделение милиции написать заявление, которое будет рассмотрено, соответственно, и либо участковый, либо наш сотрудник, либо совместно выйдут на место, ну и уже, так сказать, примут меры, проведут разъяснительные беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, а не допущение, значит, нарушения. Ну ведь как, обращаемся тогда, когда уже либо поздно, либо самих задело. Ну вот буквально, давайте еще один пример приведу, значит, в конце вот мая буквально на улице Лен-Комсомола возник пожар на седьмом этаже, значит, пожар повышенного ранга сложности, значит, привлекалось достаточно большое количество техники, автолестница, то есть от подразделений Федеральной противопожарной службы, значит, огнем повреждено три лоджии, значит, женщина, владелец одной из квартир получила ожоги и госпитализирована, ну и предположительно сейчас отрабатывается версия, это неосторожное обращение с огнем при курении, занесенного именно ветром бучка. Началось лето, это значит, что часть детей будет неизбежно дома, родители привыкли запирать детей на ключ. На мой взгляд, это кардинально неправильно, чтобы вы посоветовали, подсказали, как себя вести, если нет дома сотого телефона, если что-то не то с домашним, с обычным? Значит, ну вот из практики могу сказать следующее, что ни в коем случае нельзя запирать детей на ключ, особенно оставлять их без присмотра дома одними, вот, значит, если же все-таки дети остались дома одни, то, соответственно, здесь необходимо предусмотреть, чтобы наименьшее количество электроприборов было включено в электрическую сеть, также, чтобы не было на глазах у детей спичек, либо других легко воспламеняющихся жидкостей. Впоследствии происходят пожары, и мы, то есть, из статистики и видим, что и дети гибнут, вот, и страдают, так сказать, и помещение квартиры, имущество уничтожается, вот. Вот, а если же ребенок остался один, значит, и возник пожар, то, конечно же, если родители дома, то необходимо же сразу же выйти из данного помещения, закрыв за собой двери, значит, если есть возможность, то необходимо, значит, ротовую и носовую полости, значит, закрыть платком с моченым водой, вот, и продвигаться по стене непосредственно к выходу, вот, если, так сказать, невозможно, значит, так сказать, задымление уже в квартире произошло, то, соответственно, упасть на колени и двигаться к выходу, то есть, эвакуироваться, а уже впоследствии вызвать пожарных, предупредить соседей, ну, и выходить, конечно же, из квартиры, либо из дома. Ну, смысл спасения каких-либо ценностей здесь вообще нет смысла, потому что, да, значит, были случаи, когда люди возвращались за документами, за денежными средствами, за телефонами и погибали, то есть, это вот пожара, так сказать, уже из практики. Сколько времени требуется, чтобы ваш расчет прибыл на место ЧАЭС? У нас есть нормативное время прибытия, значит, в городе до, значит, 10 минут и в сельское место до 20 минут. Ваши люди и техника готовы к разным ситуациям? Нам прогнозируют снова жаркое лето, но, в принципе, мы сами любим отдыхать на всю катушку, как говорят. Личный состав главного управления ЧАЭС России по Рязанской области и техника готовы к выполнению задач по предназначению, а именно к тушению пожаров, спасению людей, значит, ну, или ликвидации стихийных действий. У нас ведь много многоэтажек, то есть, требуются какие-то лестницы, дополнительные рукава, что-то еще, ну, что мы, обычные люди, не очень понимаем и не очень хорошо знаем. Ну, это хочу сказать из практики, что, значит, в каждой квартире, вот я посоветовал бы иметь, конечно же, это огнетушитель, то есть, либо кашму. Кашма для чего? Это, значит, предназначено для того, чтобы тушить какие-то локальные очаги, к примеру, на плите. Загорелась пища на плите, масло разлилось, кашма накладывается, так сказать, на эту поверхность, но и здесь ликвидация. Значит, огнетушителем, особенно порошковым, можно тушить, в принципе, все, что угодно, даже электропроводку под напряжением, только необходимо правильно пользоваться им. Кто проживает на выше расположенных этажах, к примеру, от шестого и выше, я бы, конечно, советовал бы еще приобретать, так сказать, веревочные лестницы, потому что все-таки пожары в Российской Федерации говорят о том, что данные лестницы все-таки должны быть в каждой квартире, чтобы как-то спастись в результате пожара, особенно с высотных зданий. Профилактические работы, которые вы проводите, они больше с детьми или со взрослыми? Наверное, проще собрать детей в том же детском лагере, в школе, взрослым либо некогда, либо это им неинтересно, мы ведь все думаем, что нас не коснется. Да, мы в течение года проводим ряд профилактических мероприятий. Совершенно недавно закончился месячник пожарной безопасности в жилье. Сейчас у нас месячник начался под профилактическим названием «Лето». Значит, в течение летних каникул мы будем заниматься в оздоровительных лагерях с детьми, бегать, прыгать, викторины проводить. Все это совместно с Управлением образования молодежной политики, с Всероссийским добровольным пожарным обществом. То есть, хотим еще раз напомнить детям, а также взрослым о соблюдении требований пожарной безопасности, особенно именно в летний пожароопасный период. Кроме этого, мы ежедневно проводим профилактические мероприятия в жилом секторе. Наши сотрудники ежедневно проходят и по квартирам, и по жилому сектору. Которую проводят сходы граждан, профилактические беседы, инструктируют мерам пожарной безопасности, а также раздают памятки о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности, чтобы люди еще раз прочитали, запомнили именно те элементарные правила, которые нужно соблюдать. Но нерадивых, так сказать, нарушителей мы привлекаем к административной ответственности однозначно. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение. Гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа до 1500 рублей, должностным лицам до 1500 рублей и юридическим лицам до 200000 рублей. Вот если такая ситуация сразу спрошу. Допустим, мы хозяева квартиры, из-за нас произошел пожар, но при этом пострадали все, которые вокруг. То есть, мы на третьем этаже, то есть, второй, четвертый и соседние квартиры. Кроме вот этих полутора тысяч, ваши сотрудники как-то способствуют решению вот этой проблемы? Все-таки ущерб колоссальный. Мебель, кто-то переехал, кто-то только купил, у кого-то что-то пострадало, животные погибли. Понятно. Значит, по каждому случаю органы дознания государственной противопожарной службы проводят соответствующую проверку в порядке статей 144-145 Уголовного процессуального кодекса. Значит, рассматриваются все обстоятельства происшествия, устанавливается версия, то есть, причина возникновения, опрашиваются очевидцы, значит, получается техническое заключение по исследованию причины пожара в экспертном учреждении. Также происходит оценка, значит, собственности пострадавшей от пожара. Ну и, в принципе, здесь зависит все от ущерба. Если ущерб третьим лицам, не вам, а третьим лицам составил более 250 тысяч рублей, значит, то здесь предусмотрена уголовная ответственность. И здесь необходимо, конечно, будет принимать решение о возбуждении уголовного дела и проведении дознания по нему и, соответственно, принятие решения. Если же ущерб, так сказать, причинен третьим лицам и допущено, к примеру, значит, какой-то, значит, люди пострадали в ходе пожара и нанесена, так сказать, легкая и средняя степень вреда здоровью, то здесь предусмотрена административная ответственность, значит, гражданам, если установлены, так сказать, правонарушители и виновные в возникновении пожара, то законодатель предусмотрел административную ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей в отношении граждан, в отношении должностных лиц до 50 тысяч рублей, и в отношении юридических лиц до 400 тысяч рублей. Спасибо большое за эти 10 минут. Очень хочется верить, что большинство советов все-таки не пригодится, но мы будем о них помнить. Это была программа «Подробности». До новых встреч в эфире. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Продолжение следует...